Порадовал, да, улыбнул, улыбнул, настроение поднимает, хорошая реклама. Яркую и провокационную рекламу информационной службы «Саратов-24» не заметить сложно. Комичные вымышленные сцены, изображенные в жанре карикатуры, привлекают внимание пассажиров транспорта, водителей и прохожих. С юмором очень даже, да. Интересно, задумка сама интересная. Ну, улыбает, да, конечно, есть такой, это медийный какой-то сюжет, типа. Сцены вымышленные и отчасти примитивные, но идея глобальная. Чем бы ни занимались зрители, их внимание к экранам телевизора приковывает интересная и важная новость. Таким образом мы хотели, во-первых, отразить суть нашей редакции информационной «Саратова-24», потому что мы действительно создаем продукт, который невозможно игнорировать, если ты житель Саратова, если ты живешь в этом городе, если ты любишь его, если тебе небезразлично все, что происходит в регионе. А во-вторых, мы хотели сделать это в наиболее такой шуточной форме. Яркий пример. Новость о неисправном аттракционе «Камикадзе» оказалась интересна более 8 тысячам саратовцев. Среди многочисленных зрителей, посмотревших сюжет, губернатор Валерий Радаев. В средствах массовой информации, вот только что его заполучил, «Саратов-24» есть такой, застряли вниз головой. Саратов в горпарке сломался аттракцион «Камикадзе». Молниеносной реакции на публикацию долго ждать не пришлось. Все аттракционы после выхода материала в эфир подвергли тотальной проверке. Но такой широкий резонанс и популярность новости не случайна. Ее выпустили в эфир оперативно не просто корреспондент и редактор. Над ней работала целая команда информационной службы. «Камикадзе» с 8 тысячами просмотров – это старт, и просмотров будут гораздо больше. Редакция будет работать над тем, что мы будем делать лучшие новости, и они будут интересны для всех. Улучшения уже ощутимы. Об этом говорят сами саратовцы, многие из которых предпочитают узнавать новости региона, включив телевизор именно на 21-й кнопке. Ну, новости говорят, все, много раз. Появляются интересные информационные передачи. Новые рубрики, новые корреспонденты. Конвергентная редакция – это не просто новости на телеканале, а целая система. В нее вошли сразу несколько ресурсов. Три радиостанции – «Наши радио», «Радио Ваня» и «Серебряный дождь» для тех, кто в дороге. Два телеканала «Саратов-24» и «СТС Балакова» для тех, кто дома или на работе. Еще больше новостей информационной службы всегда под рукой в мобильном устройстве, на сайте, в социальных сетях и мобильном приложении. Такой метод подачи информации уже давно применяется за границей. Сравнительно недавно начал внедряться в Россию. Для «Саратова» опыт и вовсе уникальный. Человек пользуется теми ресурсами, которые у него под рукой – телевизор, радио или интернет. И везде получает полную картину происходящего. То, что на «Саратов-24» создана такая конвергентная журналистская проба, инициатива, дело, как угодно. Это для нашего региона замечательно. Другими словами, информационная служба «Саратов-24» ставит перед собой амбициозную задачу – стать главным ньюсмейкером региона. И не просто рассказывать новости, а самим задавать информационную повестку, обращая внимание жителей города на то, что действительно невозможно игнорировать. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, «Саратов-24».